Секретно. 27 марта 1962 года. Москва. Начальнику главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил СССР Ивану Серову. США совместно с Германией и Францией ведут разработку единого для вооруженных сил НАТО среднего танка. На нем планируют установить башню из монолитной брони и гладкоствольную пушку калибра 120 мм. В списке испытаний нового вооружения отмечена система «Хантер-киллер». Военные атташе посольства СССР в США Николай Демьянов. Советская разведка ловала голову, что означает система «Хантер-киллер» – «Охотник-стрелок». Оказалось, это было дополнительное вооружение новых зарубежных танков – автоматы и пулеметы, вмонтированные во вращающуюся башню. Теперь экипаж вел скорострельную стрельбу во всех направлениях, и с ручным противотанковым гранатометом подступиться к танку было невозможно. Своё оригинальное решение предложили специалисты научно-производственного предприятия «Базальт» в новом станковом противотанковом гранатомете с кумулятивным боезарядом. Боевая часть кумулятивного снаряда сделана в форме ворона. После подрыва металлическая облицовка боезаряда вытягивается в виде тонкой раскалённой струи. Она пробивает броню так же, как игла прошивает ткань. Министерство обороны СССР предъявляло к новому гранатомёту жёсткие требования. Дальность поражения цели необходимо увеличить в три раза. Но орудие должно оставаться лёгким, чтобы гранатомётчик мог быстро сменить огневую позицию. Мы в своё время, когда обсуждали ТТТ, соглашались со скрипом, соглашались на 45 килограмм принять. Но нас это не послушали и, значит, вот задали 30 килограмм. И вопрос массы, он всё-таки всплыл в процессе отработки. Мы на заводских испытаниях отрабатывали систему на полную живучесть. А эта цифра 700 выстрелов полная живучесть. Вот пять выстрелов оставалось усиленным зарядом сделать. На пятом выстреле вот из этой серии разорвался. Несмотря на сложности, в 1963 году значительно потяжелевший станковый-противотанковый гранатомёт СПГ-9 «Копьё» приняли на вооружение советской армии. Граница ближнего боя была отодвинута почти на километр. В середине 60-х годов, согласно директивам советского генерального штаба, воздушно-десантные войска в случае нападения на СССР разворачивали активно действующий фронт в тылу противника. А советские бронетанковые силы за три дня должны были пройти Западную Европу и переправиться на берега Туманного Альбиона. В то же время в СССР появился новый класс военной техники – основной боевой танк. Его родоначальником стал революционный Т-64. На него впервые установили такую пушку, которая уже почти полвека приводит в ужас потенциальных противников. Огневая мощь современного российского танка – это прежде всего 125-мм гладкоствольная пушка высокой баллистики и боекомплект осколочно-фугасных, бронебойных, кумулятивных и управляемых снарядов. Могущество действия этих снарядов позволяет уверенно поражать неприятельские танки в лоб на дальности 1,5-2 км. Такая мощная танковая пушка идеально подходила и для проведения десантных операций. Но оставался нерешенным принципиальный вопрос – какой тип бронетехники должен стать для ВДВ основным? В конце 60-х годов вместо легкого танка в Советском Союзе была создана не имеющая аналогов боевая машина пехоты БМП-1. Ее конструкция не могла выдержать мощную танковую пушку. Основным ударным средством стали выстрелы гранатомета СПГ-9. Идеей создания подобной боевой машины для воздушно-десантных войск загорелся командующий Василий Маргелов. По его просьбе специалисты Волгоградского тракторного завода разработали легкую десантируемую технику. Главный конструктор БМП-1 Игорь Говалов впервые в мире для снижения веса машины рискнул сделать ее на основе алюминиевой брони. Величайшее свойство алюминиевой брони, величайшее, повторю, это прессуемость. То есть мы имеем возможность в монолите исполнять, допустим, борт с подкрылками. Вместо сварного шва мы все это исполняем в монолите. Самые яростные споры вызвало вооружение боевой машины десанта. Эскизные проекты Игоря Говалова напоминали легкий плавающий танк с гладкоствольной 100-мм пушкой. Но его идеи были отвергнуты. Основным вооружением БМД-1 стала пушка «Гром» и противотанковые управляемые ракеты «Малютка». Главной изюминкой БМД-1 была гидропневматическая подвеска. Тогда конструкторы даже и не подозревали, что удачная находка станет не только основой ходовой части всей боевой техники ВДВ, но и позволит создать первый десантируемый танк. В октябре 1973 года противостояние египетских и израильских войск грозило перерасти в крупномасштабную войну. Египетская армия прорвала оборону противника и форсировала Суэцкий канал. К месту прорыва были брошены главные силы армии Израиля. Основой ее бронетанковой мощи составляли новейшие танки «Меркала» и хорошо бронированные американские М-60. Секретно. 24 октября 1973 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежнику. Как следует из заявления госсекретаря США Генри Киссинджера, Пентагон не исключает возможность вооруженного вмешательства на Ближнем Востоке. При неблагоприятном развитии событий мы можем перебросить в зону конфликта 7 воздушно-десантных дивизий. Министр обороны СССР Андрей Гречко. Стоявшие на вооружении воздушно-десантных сил СССР боевые машины десанта БМД-1 имели ограниченные возможности для борьбы с танками. Танки того времени имели дальность прямого выстрела более 2 километров. В то время как БМД-1 дальность стрельбы прямой наводкой вообще там метров 500-600, а достильная стрельба маломощной кумулятивной гранатой очень тяжело попасть, тем более по движущему танку. 6 июня 1944 года началась крупнейшая десантная операция «Оверлорд». США и Великобритания направили на побережье Нормандии 176 тысяч человек и открыли второй фронт борьбы с фашистской Германией. Во время этой операции наибольшие потери войска союзников понесли от танков. Десант против танков, не имея достаточного количества противотанковых стрельц, он бессилен. Он бессилен. Человек, невооруженный с соответствующей техникой против танка – это ничто. Проанализировав опыт воздушно-десантных операций, советские военные специалисты пришли к выводу, что для борьбы с танками десантникам нужна особая боевая техника. Идея создания мобильной противотанковой пушки лежала на поверхности. Командующий ВДВ Василий Маргелов лично объехал десятки КБ в поисках специалистов. Но оказалось, что ракеты вытеснили артиллерию не только с поля боя. К началу 70-х годов в Советском Союзе не осталось ни одного КБ, которое занималось бы системами воздушной артиллерии. Замыслы командующего ВДВ Василия Маргелова смог осуществить только ЦНИ «Точмаш», который специализировался на стрелковом вооружении малого калибра. Оказалось, что Центральный институт точного машиностроения не только разрабатывал уникальные подводные автоматы и бесшумные пистолеты, но и стал прибежищем для многих конструкторов, занимавшихся опальными артиллерийскими системами. На предприятии была такая атмосфера, что было больше возможностей для реализации каких-то творческих идей, пускай даже и бредовых. Для реализации идей Маргелова также были привлечены молодые конструкторы Уральского завода тяжелого машиностроения. Знаменитая СКБ-9 Федора Петрова создавала легендарные пушки с грифом «Д». На Уралмаш заводе мы занимались хорошей работой, веселой, хорошей работой. Мы делали танковые пушки. Но когда я приехал сюда, здесь стало интересно, потому что все-таки здесь конструктор участвует в идеологии создания. Начальник артиллерийского направления ЦНИ-ТОЧМАШ Валерий Сердюков придумал гениально простой ход. Используя принцип «Клин вышибают клином», он предложил в качестве противотанкового орудия взять пушку линейного танка. Будущий боевой образец получил устрашающее название «Спрут». Продолжение следует...